Приветствую вас! Начать мне хотелось бы в первую очередь с того, чтобы определить вообще страх. Ну, есть два вида страха. Это страх, собственно, реальный, когда человек видит опасность, которая представляется ему вполне обоснованной, рациональной и так далее. И страх ваш, который называется неврактическим, когда само чувство страха усиливается, становится большим, становится невероятно огромным, и отсюда теряется ваша рационалистичность. Отсюда часто говорят, что страха глаза велики именно по этой вот причине. То есть основная причина заключается в том, что человек воспринимает страх, как уже что-то выходящее за рамки рационального. И отсюда возникает разрушение личности, разрушение человека. В частности, у вас произошло, как мне кажется, наверное, что-то подобное. Поскольку вы сказали, что вы боитесь страха, то давайте вот мы с вами и подумаем для начала. А вот почему же вы его боитесь все-таки? То есть, ну, насколько реален ваш страх, а насколько нет? Насколько обусловлен, обознован ваш страх, а насколько нет? Где его рационалистичная граница? А где начало магических сфер? Это первое, что вам нужно сделать. Определить границы своего страха. Второе. Дальше. Что вам нужно сделать следующее? Пожалуй, дальше вам нужно понять, что ир, рациональный страх, то есть, страх, связанный с магическим представлением, для человека опасен до тех пор, пока не понятна его причина. То есть, какова природа вашего страха? Почему вы боитесь? Какие невыраженные переживания у вас имеют место быть вот именно в контексте этого страха? На этот вопрос нужно также отвечать. И когда и если будет, во-первых, проанализировать страх рациональный, то есть, действительно ли вам стоит опасаться своего отца или нет? Если стоит, то почему? Если он действительно делал в отношении вас какие-то плохие, дурные вещи, я отдаю себе отчет в том, что это вполне может быть, то нужно для начала для себя понять, чем обусловлено такое его поведение. Быть может, вы не понимаете причин, по которой ваш отец так поступал. И это мешает вам, опять-таки, как бы не бояться. Потому что это не понимание чего-то тоже ведет в страх. Это следующий момент, который мне хотелось тоже вам сказать. Дальше. К борьбе со страхом есть несколько подходов. Я думаю, что какие-то из них вам подойдут. Может быть, какой-то нет. Но сперва нужно все-таки проанализировать вот то, о чем я вам сказал. Потому что, ну, вот так, вот ответ на вопрос, как вы говорите, чтобы вам помочь, нужно все-таки больше информации о вас, нужно все-таки больше с вами поговорить, больше узнать о вас, чтобы разобраться с причинами. А может так, может быть, очень глубоким, очень глубинным. И это всегда достаточно, ну, серьезная работа с человеком, то есть с вами. Поэтому пока так, а потом, когда и если вы захотите поработать, захотите решить свои проблемы, то я предлагаю вам подумать на тему страха, вот под каким углом. Значит, вы боитесь. И я понимаю, что, по вашему мнению, наверное, есть основательный бояться. Но давайте мы решим так. Вот представьте себе, что вы сидите в комнате, да, и туда приходит ваш отец, в эту комнату. Он приходит туда и садится перед вами. Вы думаете, естественно, что он вам сейчас причинит что-то плохое, делает вам что-то дурное и так далее. Но давайте по факту. Сделал ли он вам что-то? Вот вы как бы спрашиваете себя об этом. А вы постоянно задаете себе вопрос. Он вам угрожает реально или нет? То есть вы постоянно отдергиваете себя. Видите ли, страх не любят, когда его переводят в рациональную сферу. Страх это отсутствие мышления, отсутствие анализа. А мы с вами попробуем все-таки подумать о том, как бы нам рационализировать наши страхи. Для этого постоянно задавайте себе этот вопрос. Причинил ли вам какую-то боль, какой-то негатив ваш отец в данный момент? Постоянно спрашивайте себя, да или нет. И так вы уберете все лишнее. Вот этим вопросом вы уберете все лишнее из своих фобических ощущений. Вы будете постоянно дергивать себя. Вы будете видеть, осознавать, что отец вам во преднему плохого ничего не сделал. Вы будете чувствовать, что папа он, да, может быть когда-то он что-то делал плохое, но это требует отдельного разбирательства. А пока она не жива, но он не сделал. Вот так постепенно, постепенно вы и будете приходить к выводу, что бояться-то, собственно, нечего. Ну, особо. Особо бояться нечего. Это поможет вам избежать проблем, вот, ну, чтобы не разрушать свою нервную систему, потому что для нее колоссальная, совершенно колоссальнейшая нагрузка идет, когда вы испытываете подобные страхи. Вот, в принципе, так можно вам ответить на вопрос. То есть давайте мы попробуем суммировать все, что я сказал. Давайте попробуем суммировать. Значит, во-первых, нужно понять, откуда страх взялся, и проанализировать то, что было у вас до этого. То есть страх очень часто это следствие недостаточно хорошо выраженных эмоций по каким-либо обстоятельствам. Эту проблему вам нужно разрешить. Идем дальше. Установим границы реального страха и невротического. То есть того, собственно, о котором вы говорите. Если границу эту мы сможем установить, то и проблем, как таковых, не будет у нас уже. Потому что мы будем отдавать себе отсчет в том, что реально и обоснованно в наших страхах и в наших опасениях, а что нет. И третье. Постоянно задаем себе вопрос. Постоянно спрашиваем себя, причинил ли источник опасности нам что-то дурное в данный момент времени или нет. Так мы будем постоянно возвращать себя в рациональный мир. Тот самый мир, который и так не любит страх. Тот самый мир, который совершенно не переносит страх. Тогда вам будет легче. И сейчас мне хотелось бы повторить, что в рамках одного ответа на вопрос, проблемы страха не решаются. Понятно, что у каждого эксперта, у каждого специалиста будет свой подход к решению вашей проблемы. Это, безусловно, это нормально, я думаю, что это даже хорошо, это прекрасно, что указывает ей свой подход. Но в любом случае, в любом случае, в рамках одного ответа вам помочь возможности нет. Потому что, что бы я сейчас ни сказал, страх не уйдет. И никакие слова, вот именно в рамках одного отдельного ответа на ваш вопрос, не помогут вам этот страх собачивать. Потому что вы много времени, как я понял, ну, явно не один день, да, и не два дня, вы жили в условиях этого страха. У вас уже на подсознательном уровне, может быть даже по привычке, он будет проявляться. Так что, я рекомендую вам те моменты, те направления, которые я вам сказал, конечно же, обдумать, продумать и проанализировать, но настраиваться все-таки на работу со специалистом по выявлению основных триггеров, которые запускают эти ваши страхи. Возможно, потребуется ретро-спектива ваше детство, где ваш отец пугал вас. Возможно, потребуется что-то еще, там будет видно. Но пока это именно так. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!